Русские новости 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 Все они заявлены как оппозиционные. В чем была разница? Проведены три русских марша. Русский марш, в котором я участвовал, и в котором участвовала в подготовке партии «Великая Россия», наши соратники, это был марш от Октябрьского поля до Щукинской. Второй русский марш, на котором нас поносили последними словами, это был марш «Влюблено». Видимо, коль скоро там марш практически не удался, хоть по численности он был примерно такой же, как и у нас, то это вызвало страшную злобу у тех людей, которые рассматривают свой проект как правильный, а наш как неправильный. И очень часто пишут, грубое слово, спойлерский. Ребята, вы на себя сначала посмотрите, на свои физиономии посмотрите, что вы из себя представляете. Вот те люди, которые говорят, вы спойлеры. Ну, а вы-то на себя поглядели, нет. Вы что из себя представляете, как политики, как специалисты, просто как люди. Я очень часто встречаю среди вот этих обличителей, ну, просто катастрофических ублюдков. И, соответственно, я это им и передаю. Вы про нас говорите, что мы спойлеры, а я вам отвечаю, что вы просто ублюдки. Но это не относится, конечно, ко всем, кто там был в Люблино. Я уверен, что там было много людей, которые либо попали туда по недоразумению, ибо ни одно средство массовой информации не сообщило о проведении русского марша на Октябрьском поле. Зато о Люблино говорили все, кому не лень. Конечно, говорили нелестно, но, по крайней мере, это такая форма пропаганды. Приходите в Люблино, там будут вот такие-то и такие-то нехорошие люди. Вот эти нехорошие люди, которых, я считаю, многих из них вполне достойными, потащились в Люблино, а не к нам. И третий марш, который образовала группа, которая, в общем, очень странно себя ведет, и эта группа базируется в Черниговском переулке в фонде славянской письменности и культуры, и в прошлом году эта группа совместно с нами проводила русский марш за Новороссию. Вот эти люди пытались раскрутить именно тему Новороссии в прошлом году и в этом году снова, но якобы других тем у России не было. Наш марш назывался «Русский марш за русский реванш». Здесь объявили «Русский марш за русский мир». «Русский мир» — это примочка кремлевская, и здесь, как говорится, уши торчат. То есть для того, чтобы подорвать возможность проведения нашего марша, решили придумать параллельный «Русский марш за русский мир». И с главным организационным моментом ни слова против дорогого, любимого Владимира Владимировича Путина. И желательно, если критика власти, то очень мягенькая такая. Для чего проводятся такие шествия? Для того, чтобы какая-то была заявка. Вроде как мы оппозиционеры, но мы не против диалога, поэтому если вы нас заметите, то мы будем еще более мягкими. Мы вообще станем друзьями власти. Примерно как была сформирована новая партия Родина на развалинах, исчезнувшей, убитой Кремлем партии Родина. Вот они тоже стараются быть заметными. Одни идут на Тверскую вместе со всеми, а эти обособлено, чтобы о них побольше поговорили. Собрались они где-то там на Цветном бульваре, меньше ста человек. Кто-то говорит 50, кто-то 70, не будем обижать, пусть будет около ста человек. Вот примерно 1000-1500 человек, это была численность русского марша Октябрьское поле Щукинское, и примерно такая же численность в Люблено. Почему же все эти группы не сойдутся вместе? Ну, скажем, тех провластных людей или заискивающих перед властью, которые шли на Цветном бульваре, трудно было бы пригласить к нам, потому что мы слишком резко высказываемся. А вот почему Люблено и Щукино не могли соединиться вместе? Очень просто, по идеологическим причинам. Потому что русское шествие не может включать в себя всех подряд. Если это политическое шествие, то у него должна быть и своя собственная идеология. Какая идеология? Это идеология русского национализма, то есть доведенного до определенной глубины патриотизма. Если ты не патриот, то какой же ты, извините, националист? Вот мы теперь часто, чтобы отделиться от всяких проходимцев, говорим, мы национал-патриоты. То есть мы националисты-патриоты. А бывают националисты-не-патриоты. То есть желающие поражения своей стране, как большевики, или желающие унижения своей страны, путающие политический режим и государство, политический режим и народ. Нет, такие люди не могут считаться националистами. Это кто угодно. Анархисты, сепаратисты, русофобы. И поэтому те люди, которые и в прошлом году ходили в Люблено, они поддерживают украинскую хунту и поддерживают войну. Войну с той стороны. Есть поджигатели войны с этой стороны, есть с той стороны. Так вот эти поддерживают войну с той стороны. То есть предлагают русским людям воевать за интересы киевской хунты, которая просто истязает русское большинство Украины. А там именно русское большинство, хотя многие себя не хотят объявлять русскими в силу сложившихся обстоятельств. По крайней мере 90% граждан Украины или жителей Украины, правильнее сказать, свободно владеют русским языком как родным. Если это родной язык, то тогда, извините, кто же вы тогда? Тогда вы русские. Вот если вы от русского языка избавитесь, ну, наверное, останете, если вы будете вот на этом простонародном наречии говорить, забудете русскую литературу, откажетесь от достижений русской культуры, тогда вы превратитесь в украинцев. А пока тот, кто живет на Украине, это русские. Так вот им предлагают покориться режиму Порошенко, а тем, кто живет в России, коль скоро они противники режима Путина, почему-то надо воевать за режим Порошенко. Мы, конечно, с этими людьми не можем иметь ничего общего. Еще один идеологический момент, это там вот влюблено собираются люди, которые говорят, мы ориентированы, как и Украина, на Европу. Вот Путин нас тянет в азиатщину, а мы европейцы, мы хотим быть, как и Украина, приближаться к Европейскому Союзу. Ну, братцы, вы, значит, не русские, вы европейцы. Значит, вам туда, а нам в другую сторону. Ну, так вот, этот параметр, параметр русскости, он определяется тем, куда человек ориентирован на русские корни, на русский народ или на Европу. Мы вот такие, у нас европейский выбор, это вот то, что я называю нацдемовщина. Есть у нас такие люди, которые считают себя национальными демократами, то есть одновременно националистами и демократами. На деле, когда предметно смотришь, что они предлагают и за что выступают, это те же самые либералы. Поэтому им место среди болотной публики, там, собственно, они и были. И теперь продолжают пропаганду вот такой европейскости. Отказ от русского и переход к чему-то, не пойми чему. Это вот такая интеллигенщина, я бы сказал, ненависть к России и русским приводит к таким глупым идеям о том, что мы должны стремиться в Европу. Нам никуда не надо стремиться, мы и так Европа. Мы и так Европа, мы и так европейцы. Но мы европейцы настолько, насколько мы русские. Чем меньше мы русские, тем меньше мы европейцы. Если мы хотим быть французами, немцами, испанцами, итальянцами, то это приводит к тому, что мы становимся никем, просто пустым местом. Пустым местом и исчезаем как народ. Если надземы хочется, чтобы русский народ исчез, значит нам в разные стороны. Вам туда влюблено, а нам в Щукино. В данный момент такое разделение было. И третье разделение религиозного характера. Вот туда влюблено идут сторонники антихристианских глупостей. Даже нельзя сказать, что это какие-то неуязычества. Никакого неуязычества нет. Потому что нет никакого догмата, никакого образа мира, никакого образа божественного. Ничего этого нет. Есть просто ненависть к России и русским. К христианской православной России, к христианам, русским православным людям. Эта ненависть все больше обостряется. Раньше как-то это на русских маршах не принято было. Могли идти люди с такими знаменами, которые они обозначают как языческое. Говорят, вот этот калаврат, такая фигура, которая обозначает язычество. Ничего там языческого, уверяю, нет. С язычеством ни один орнамент, просто не все орнаменты, это все русские национальные орнаменты, которые применялись русскими православными людьми во всех уголках страны. Ну вот, скажем, люди обозначают себя мы, язычники, ну, Христа ради. Лишь бы вы были русскими и лишь бы вы не проявляли ненависть к русским людям. Но сейчас уже перешли какой-то барьер, далеко не все, кто называет себя язычниками, являются русофобами, но вот та группа, которая пришла в этот раз влюблено, это, конечно, русофобы. Они ненавидят русских православных людей за то, что они православные, значит, и за то, что они русские. С большим сожалению, надо сказать, что и такая трансформация происходит. И в целом, вот противостояние или противопоставление двух проектов, это противостояние проекта политического, который был в Щукино, и не политического, а карнавального. Все приходите к нам, лишь бы у вас было побольше, и организаторы соберут какие-то дивиденды, дадут везде интервью, свои представления о жизни огласят. И вот это самое главное, то есть самое главное, массовки любого свойства поработать на организаторах. В Щукино совсем другая ситуация. Именно поэтому там организатором являются не просто физические лица или там одно физическое лицо, но это же надо, конечно, рехнуться, чтобы русский марш заявить от одного лица. И один организатор получил согласование русского марша, который не имеет никакого авторитета и вообще человек, можно сказать, не только случайный, как я предполагаю, он не случайный в русском движении и уже не случайный в течение многих лет, начиная с первого русского марша. Но об этом мы поговорим несколько позже. А в Щукино организация марша была на плечах Русского национального фронта в основном при поддержке народного ополчения России, тех, кого чаще называют квачковцы. Еще некоторые группы православных, хоругвеносцев, казаков пришли. Ну, хоругвеносцы, скажем, и имперское, русскоимперское движение входит в состав Русского национального фронта, поэтому это все те же, все та же коалиция, которая действует не просто накануне русского марша, чтобы кого-то там организовать, собрать. Ну, это тоже неплохо, если хотя бы так действуют люди. Но Русский национальный фронт действует без перерыва и в течение года провел десятки мероприятий, несколько конференций, множество митингов, пикетов и так далее. К сожалению, по большей части в Москве, но касается это деятельности и регионов, скажем, проблемы ХАПРА, проблемы вот этого никелевого производства, которым убивают русские черноземы в Воронежской области. И многими другими темами занимается Русский национальный фронт, потому что его касаются в том числе и политические репрессии. Под политические репрессии попало множество наших соратников в течение года и в регионах тоже. И вот мы как-то стараемся отбиваться, отбивать себя, помогать другим противостоять вот этой воровской и противозаконной власти. И мы действуем постоянно, поэтому Русский марш для нас это просто продолжение той деятельности, которую мы ведем в течение года. Как прошел Русский марш, в подробностях я не могу сказать, как он проходил в Люблино или как он проходил на Цветном бульваре. Да это меня не особенно интересует. Накануне Русского марша, чем он был отмечен, это массированной клеветнической кампанией в адрес меня лично, партии Великая Россия и всех организаторов Русского марша на Щукино или на Октябрьском поле. Причем в этой кампании приняли участие не только проходимцы, которые каждый год льют грязь на тех, кто не с ними и каждый раз создают в русском движении настроение упадка, настроение поражения. Ну и целая кампания была организована от имени РНЕ, Русского национального единства, организации, которая целостно не существует уже полтора десятка лет. И от имени Александра Баркашова, который эти полтора десятка лет где-то сидел в засаде, видимо пьянствовал у себя на даче, начали рассылаться всякие пасквили гнусные. А после Русского марша целая команда была создана, якобы это такие вот сторонники русского национализма, русского движения, ну это просто мелкие пакостники. Вот ровно так же работают вот эти путинские хомячки, путинские тролли, которых действительно там уже сотнями нанимают для того, чтобы в сети как-то уравновесить ситуацию, негативное отношение к власти, уравновесить грязью, которая изливается на тех, кто это негативное отношение формулирует и обосновывает. Вот точно такая же группировка была создана, я уверен, что она проплачена, была создана и теми, кого причисляют к РНЕ или кто сам себя причисляет к РНЕ. Ну это песчинка, это маленькая группа, это там человек 10, может быть 15, но их задача каждый день всякую грязь распространять, загаживать страницы людей, которые хоть что-то там написали. Или в комментариях, или если это открытые страницы, то прямо туда. Они там занимаются, ну понимаете, вот как дети, они какие-то скабрезные рисуночки делают, везде расставляют, лишь бы вот оскорбить. Ну вот они очень хотят оскорбить меня, партию Великой России, очень хотят. Ну у них ничего не получится, потому что мы просто с ними не общаемся, смотрим на них либо как нанятых дураков, которые обслуживают ныне действующий режим, либо как на аморальных типах, с которыми тоже нельзя общаться. Мало ли что, чего там они написали, что они там опубликовали. Я не интересуюсь, иногда попадается мне на глаза вся эта дрянь, тем более мне стараются сообщить, вот еще что-то там про тебя написали. Да Христо ради, копайтесь, копошитесь на своей помойке, господа, никакого отношения к РНЕ, конечно, вы не имеете ни к русскому, ни к национальному, ни к единству. Ну вы просто такая околополитическая наемная шпана. Что же, как проходил марш от Октябрьской до Щукинского, я могу сказать, могу рассказать и считаю, что он прошел в целом успешно. Хотя многие каждый раз увидев, ну вот, опять 100 тысяч не было, ну надо же, ну как это плохо. Достаточно и того, что было. Мы подтвердили, что русское движение существует, русское движение не умерло, умирать не собирается и сдавать свои позиции, что самое главное, не собирается. На митинге мы показали, что есть достойные, умные русские люди, способные выражать интересы русского народа, способные выступать ярко и содержательно. Подавляющее большинство выступлений было такими. Ну были некоторые длинноты, ну что поделаешь, много хочется сказать и многим хочется сказать. А людям тяжело, людям тяжело пройти сначала час собираться, там полтора часа идти, потом еще на митинге стоять полтора часа. Это трудно, это не всякому по силам. Да и действительно о многом уже сказано. Те, кто это понимает, они действительно могут даже не приходить на русский марш. Они продолжают свою деятельность, скажем, в сети, продолжают пропагандистскую, организационную работу. Но все-таки у меня упрек к этим людям, что они не приходят. Потому что, ну хотя бы два раза в год, вот с 4 ноября и 1 мая, надо выходить на русские шествия, для того, чтобы они были достаточно массовыми. И для того, чтобы провести смотр сил, кто же есть, кто сможет это организовать, кто с какими плакатами придет, кто какие лозунги выскажет, кто вообще существует в русском движении. Мы должны иногда встречаться лицом к лицу, поздороваться, обняться, пожать друг другу руки, обменяться какими-то материалами, какими-то суждениями, напомнить друг другу адрес электронной почты, телефон, договориться, может быть, о каких-то совместных мероприятиях. Это все нужно и нужно участвовать в русском движении. Не бегать на карнавалы политические, а приходить туда, где русские формируются в политическую силу, имеющие задачу взять власть. Взять власть, а значит сконцентрировать весь свой духовный, интеллектуальный потенциал, все свои силы, какие только есть, надо собирать вместе, собирать в кучку, утрясать все идейные противоречия, а их много, потому что у нас до сих пор еще в мозгах у многих людей, даже весьма достойных, социализм. Они думают, что социализм это есть как раз противопоставление тому, что есть сейчас, а сейчас якобы есть капитализм. Но это все ерунда. И сейчас не капитализм, и социализм, как идеология вершину имеет, это марксизм, это антирусская, антироссийская доктрина. Поэтому нам надо избавляться от социализма, избавляться от левачества, смотреть на то, кто чего стоит в процессе реальной подготовки, реального дела. Вот в этом реальном деле, в общем-то, при крайне ограниченных ресурсах, ну можно сказать, при нулевых ресурсах, мы сбрасываем все какие-то деньги от одной организации, от другой. Кто-то там присылает, около 20 тысяч нам прислали по призыву, который мы разместили в сети, примерно 20 тысяч пришло денег от обычных людей, которые так вот проголосовали рублем, поддержали нас. Ну, соответственно, на эти деньги была нанята там бортовая машина, которая служила трибуной, организовано звукоусиление, подготовлены баннеры. Много чего требует затрат, и затраты, в общем-то, при хорошей подготовке значительные. Мы, например, совершенно не имеем средств для того, чтобы распространить, скажем, информацию о русском марше, приглашение на русский марш, какие-то основные тезисы, и финал, какой-то пресс-релиз, чтобы было понятно всем хотя бы коротко, что же произошло. Вот на это мы не имеем средств вообще, и все распространение информации о русском марше, это через социальные сети, через репосты, которые, к сожалению, пока добровольно делают очень немногие, и поэтому очень тяжело, на организаторов ложится огромная работа. Эта огромная работа делалась беспрерывно, как минимум в течение месяца, и продолжает делаться, потому что несколько энтузиастов у нас сняли фильмы о русском марше. Они вывешены полные версии со всеми выступлениями, со всем ходом русского марша, и сокращенные версии какие-то компактные. Все это уже есть в сети, и тот, кто хочет найти о русском марше видеодокументацию, вполне может ее найти. Наше шествие закончилось митингом, и на митинге были, в отличие от тех, кто считает нас оппонентами, были содержательные выступления, которые закончились принятием резолюции. Резолюция жесткая, резолюция, посвященная ситуации, в которой мы живем, геноциду русского народа, предательству русских людей, которые осуществляют нынешнюю власть в Новороссии, авантюризму, который проявляется в том числе и в том, что происходит в Сирии. Ожидать теракты мы тоже можем на своей территории еще больше, наверное, чем французы. Глупости, которые совершает наше правительство, видимо, целенаправленно втягивают нас в войну для того, чтобы оправдывать свое существование. Без войны уже нынешний режим существовать не может. В ходе нашего шествия в очередной раз были предприняты против нас действия полиции, беззаконные, произвольные, и это уже проявляет некую задачу, то есть была поставлена перед полицией, там командовал полковник, не буду называть фамилию, она нам известна, который организовывал, лично организовывал провокации. Первая провокация была связана с тем, что в течение часа очень медленно пропускали баннеры с нашими лозунгами, каждый заставляли развернуть, читали, записывали, обдумывали. То есть вместо того, чтобы строиться в колонну, люди вынуждены были демонстрировать полиции, что они там написали. То есть это называется предварительная цензура, которая запрещена у нас Конституцией. Я не против цензуры, но я за ту цензуру, которая имеет нравственное звучание. Если кто-то разворачивает плакат, и на нем написано нечто непотребное, матерное, то, конечно, тут же полиция должна была бы арестовывать этих людей. Но у нас лозунги все политические. И вот огромное время было затрачено на это, то есть фактически подорвали нашу организационную работу. Затем задержали человека совершенно под надуманным предлогом, мы даже не смогли это узнать, потому что информацию получили, когда уже колонны тронулись, и бежать назад, и с кем-то там обсуждать, куда увезли человека, почему его отправили в ОВД Щукина и за что. За что оказалось. Один из моих давних знакомых пронес на русский марш сумку с книгами. Книгами самыми обычными, которые продаются в магазинах. Он или распространяет эти книги, или хотел кому-то подарить. Неважно, у него было там полтора десятка книг в сумке. Его арестовали за это. И в течение пяти часов продержали в ОВД Щукина, что тоже является грубейшим нарушением права гражданина. Право на участие было попрано, участие в шествии, за что предусмотрена уголовная ответственность между делом. В уголовном кодексе есть такое воспрепятствование участию в публичных мероприятиях. И совершили преступление тем, что они продержали человека пять часов, больше трех часов. Естественно, что они начали разглядывать эти книги, когда им владелец этих книг сказал, что эти книги из магазина, и на них написано, вы можете сами увидеть, какие издательства и так далее. Ну вот это вот поганое ментовское полицейское существо сказал, а может быть под этой обложкой вы туда, значит, всунули какую-то экстремистскую литературу. Обложка от одной книги, а все остальное от другого. И изъяли эти книги для изучения. Ну вы представляете, какое безобразие? Но это еще не самое большое безобразие. По ходу движения нашей колонны Кирилл Барабаш, который был одним из соорганизаторов и был оргкомитетом назначен ведущим, пошел побыстрее и быстрее колонны, чтобы прийти раньше и организовать, проверить звук на трибуне и так далее. Его задержали тоже за то, что у него что-то было в сумке. У него была сумка через плечо, и полицаи стали разглядывать, а что у вас там, а это что за бумажка, а это что такое. То есть начали фактически препятствовать деятельности членов оргкомитета и заниматься тем, чем они заниматься не должны. Мы вообще их туда не приглашали. Не приглашали. Вот эта масса полиции с собаками, с миноискателями, где бронетранспортеры, может быть где-то там в переулках стояли. Мы вас не звали. Ваша защита нам не нужна. Вы нам только мешаете. Вы мешаете осуществлению наших законных прав. Вот чем вы занимаетесь, господа полицейские. Вы занимаетесь только нанесением вреда нации и государству. Поэтому вам придется отвечать и мелким чинам, которые в этом соучаствовали, потому что не знают закона и ценят приказ начальника выше, чем закон. И уж организаторам этого безобразия обязательно господину полковнику в особенности придется ответить, потому что он всем этим занимался. Затем после митинга пытались задержать Александра Кузьмича Иванова Сухаревского. Группировка, вот эта бандитская группировка, переодетая в полицейских, подошла и пыталась его задержать. Но поскольку вокруг оказалось много людей, то им это сделать не удалось, и они побоялись применить силу, побоялись устроить там массовое побоище. Начальство, наверное, тоже предложило им вести себя осторожно. Но они задержали Кирилла Барабаша, обвинив его в том, что он вынес на шествие некий плакат, на котором было написано что-то вроде «Пора усыпить семь подземных королей». И были такие изображения, известные государственные чины в таких шутовских колпаках. Известная сказка есть Волкова «Семь подземных королей», где действительно семь подземных королей были такими вот злобниками, которые там всех истязали. А потом им дали такое вот волшебное зелье, и они заснули. А проснулись, в общем-то, нормальными людьми. И поскольку полицаи не знают об этом и видят, что что-то такое некрасивое написано на плакате, и им нужно какую-то провокацию организовать, начальство поручило. Они задержали Кирилла Барабаша вот за этот плакат, который, правда, не он нес. Но главное было организовать провокацию. Они, как организаторы, задерживают Кирилла. Масса людей вокруг, слава богу, не все ушли. Вот многие, это тоже один из упреков участникам. Не торопитесь уходить, даже если вам скучно что-то, ну, пообщайтесь со стоящими рядом. Ну, нельзя уходить. Вот вы ушли, а организаторов начинают винтить. И тогда кто вы? Вы тогда бросили тех, кто организовал все это. Или тогда вы, может быть, вообще не приходите, если вы считаете, что все это лишнее. Здесь люди рискуют, можно сказать, жизнью. Рискуют своей свободой, участвуя в организации русского марша. А вы их бросаете на произвол судьбы. Из той тысячи, которая пришла на митинг, вот в тот момент, когда началось вот это задержание, и при операции полиции осталось, ну, дай бог, полторы сотни. И вот эти полторы сотни стояли два часа около полицейского автобуса. Мы добились того, что Кирилла Барабаша не повезли в ОВД Щукина. Мы добились того, что он давал там какие-то показания, и он был отпущен, а не задержан. Он мог быть задержан на долгое время. Только потому, что много людей стояло и выражало свое возмущение непосредственно вот этому полковнику и его ближайшим подчиненным. Непосредственно рядовым чинам, которые стояли там с постыдными физиономиями и защищали якобы эту вот Хлебовозку, этот полицейский автобус. Угрозу от граждан, угрозу законной расправы, законной расправы, подчеркиваю, не беззаконной, а законной, не самосуда, а законной расправы, почувствовали те понятые, которые были приглашены из числа постыдной публики, которые за какие-то там привилегии ходят якобы охранять русский марш и с поязочкой дружинник. Вот это, конечно, отвратительная служба дружинникам. Они превращаются в понятых, то есть действуют в пользу тех же полицаев, то есть врагов русского движения, которые уже с этим заявились вполне отчетливо. На многих мероприятиях полиция действует прямо против русских людей и в этот раз действовала тоже. Я думаю, что отношение к себе почувствовали и так называемые эксперты, которые приехали тоже и там проводили этот опрос. Материалы опубликованы, что там объяснялось. Понятно, что тупым полицейским объяснялось, что они тупые, что они не понимают политической карикатуры, что они не понимают той насмешки, которую мы вправе отнести, в адрес действующей власти. И я думаю, что они поняли, насколько они постыдны, насколько их поведение идет вразрез не только с законом, но и с моральными нормами, которые приняты в нашем обществе. Видимо, и эти моральные нормы их заставляют буквально в приказном порядке нарушать. Это не предположение, это уже вывод из многих эпизодов. Ну и, наконец, финал. Русский марш закончен. Уже в темноте Кирилла Барбаша выпускают. Я присутствовал тоже, но не до конца, потому что появилась угроза и моего ареста. Я стал там выступать и обвинять полицейское начальство в том, что они лгут. Они сказали, что это всего несколько минут для того, чтобы заполнить какой-то там протокол. А держат, в том момент удержали Кирилла Барбаша уже полтора часа. Я несколько раз выражал бурно свое возмущение, выражал его громко, обращался к гражданам, обращался с тем, чтобы акцентировать внимание на вот эту лживость полицейского начальника. И я уже услышал, что по рации там определенные команды начали давать. И еще ко мне подошли и сказали, что они уже вот это начальство считает, что происходит несанкционированный митинг. Так сейчас могут начать винтить. Чтобы этого не произошло, чтобы не пострадали другие люди, я вынужден был уйти. Юркнув в метро, чтобы не было винтилов не только меня, потому что за меня бы тоже вступились бы, как за Кирилла. И, наверное, пострадавших было бы много. Как в 2012 году, когда по доносу нас винтили, в общем-то колонна была человек 150, а свинтили 23. И все 23 человека получили административные приговоры по клеветническим фальсифицированным документам. Об этом, кстати, тоже как-нибудь расскажу, потому что у меня есть запись разговора со следователем. И фальшивое письмо, ответ на наше заявление в тот момент, которое было датировано несколькими месяцами до момента, когда мы были уже у следователя. Этот же следователь подписал бумажку фальшиво-фальсифицированную. Тоже об этом, я думаю, что стоит говорить. Вот таким образом, итог русского марша – это продолжение деятельности Русского национального фронта, куда входит партия «Великая Россия» и инициативная группа по проведению референдума. Там три лидера арестованы. Главным лидером остается Кирилл Барабаш. Он находится тоже, уже приговор первой инстанции произошел по тому, что чиновники оказываются у нас социальная группа. Он задел, возбудил розинг в социальной группе. Этот абсурд продолжается. Нашими союзниками РНФ является Народное ополчение России, где Юрий Екишев продолжает дело своих соратников. И тоже он выступал. Много других есть. Кругеносцы у нас тоже были, выступали на митинги. Другие организации. Народный собор, Русский народный собор. И другие организации. Может быть, они не столь яркие, не столь заметные, но тем не менее, они участвуют и в организации, и в проведении шествия. Чтобы совместная продуктивная работа многих людей, ну, многих относительно, немногих людей, которые вложили, можно сказать, всю свою душу, все свои силы в Русский марш, позволили состояться мероприятию, которое должно продолжаться для того, чтобы у русских был хоть какой-то шанс избавиться от правления олигархии, и установить русскую национальную власть, утвердить, учредить русское национальное государство, действующее в интересах всех, еще раз повторюсь, всех коренных народов России. Это не нацистское государство, как некие мечтают, есть такие мечтатели, как со стороны вот тех псевдо-русских организаций, так и со стороны власти. Они хотят обвинить нас в том, что мы вот хотим как-то разогнать все народы и учредить только вот государство для русских. Нет, это русское государство для коренных народов России, но прежде всего это государство, русская и власть должна быть русской. Вот для того, чтобы у нас эти шансы сбросить ярмо олигархии сохранились, и чтобы мы продолжили борьбу за русское дело, и проводится Русский марш, и в этот раз он был в полной мере успешным. Я надеюсь, что в следующем году Русский марш пройдет еще лучше, чем в этом, и процесс изгнания олигархии будет в течение этого времени усиливаться. Мы найдем новых соратников, новых сторонников. Приглашаю участвовать в работе Русского национального фронта и входящих в него организаций, а также союзников Русского национального фронта. Русский марш за русский реванш встретимся еще не раз на русских шествиях, митингах, пикетах и других мероприятиях русского движения. Русский марш за 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 русский марш. Русский марш за 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 русский марш. Продолжение следует...